Ценить открытость и чистоплотность Вы родились в Порт-Артуре. Я думаю, много ли у вас земляков? Вы кого-нибудь встречали еще в жизни своей? Встречал, не с кем родился вместе, а кто в это время служил с моим отцом. Сужение этого человека уже нет, это было лет, наверное, 10 назад. Он, кстати, работал врачом в больнице, там был военно-морской госпиталь в свое время. И мама не там работала. Вот с этим человеком, который был в командировке, это было поразительно. Сначала не поверил, мне потом фотография показана. И он молодой, и мама молодая, с отцом. Вы упорно говорите, что ваши земляки, кто рожден в Ленинграде, питерске, а все-таки вы же там не просто родились и несколько лет прожили, по-моему, на этой базе. Да, но все-таки с человеком сформировался я все-таки в Питере, в Ленинграде. Там просто яркие детские воспоминания, очень красивые такие. Еще отец не говорил с матерью, что это было, пожалуй, лучшие годы жизни. Это было хорошее обеспечение, это был хороший дом, блестящее отношение к нам китайцев, потому что мы пришли как освободители. Это не первая война и позор того порт-артуры. Поэтому и у меня, видимо, через родителей отношение к этому городу такое теплое. Да и название красивое. Сейчас это Лишункао, а тогда это порт-артур. Кстати, китайцы зовут его Артур. А какой статус был у этой базы? Это Советский Союз арендовал эту землю или это была территория Советского Союза? Это была территория нашей страны, сначала Российской империи, потом Советского Союза. Хрущев, к сожалению, подмахнул, причем одновременно. 55-м, да, по-моему. Да, в 55-м было принято решение, в 57-м он ушел окончательно. Просто отдали и все. Вам пять лет было, да? Пять лет. Вы были там в это время? Нет, мы уехали в Володивосток, а тут уже отец землянализовался. Так за это вы, Никита Сергеевич, недолюбливаете Хрущева? Вы знаете, тут много причин, почему его можно недолюбливать. Это и Крым, это и Севастополь, это и то, что он сотворил сельским хозяйством, и то, что он качнул корабль не в ту сторону, мне представляется. Я понимаю, когда оккульт личности Сталина разглачают те, кого он арестовывал, и те, кто на это имел право. Тот же Солжениц. Но когда я делал такой же Сатарап, прошу прощения, руки в крови, это непорядок, с моей точки зрения. Так, по крайней мере, мой отец говорил, покойный. Да, ну смотрите, про Хрущеве мы полетели в космос. Юрий Гадарьевич, сейчас первый материн. В космос благодаря Берии и Сталин, и Королеву, и тем шарашком, которые были созданы дотягивать кровью. Шарашком, который Берия создавал. Да, условно, со Сталином вместе. Все родилось там. Никита Сергеевич просто ухватил, что называется, бог забрут, если так можно сказать. Вообще отношение к Юси Досирионовичу, это такая плакмусовая бумажка. В общем, это неоднозначно, как принято говорить. Ну, я не живу и Сталине, точнее говоря, всего год. Один год, но этого я не помню. Мне как-то отец говорил, Сергей, ты не жил, не знаешь, как было. Поэтому вы сделаете лучше. И не надо старика ворошить. Я к этому отношусь вот с таким аспектом. А вы с родителями вообще единомышленники, если касается идеологии, и с мамой, и с отцом? Ну, мама идеология – это семья, дом. Она всю блокаду пережила. Она настоящая ленинградка, как моя бабушка, прабабушка. У меня все питерские оттуда еще. Даже когда там не было Петербурга, жила небольшая шведская семья Боргов. Оттуда мы пошли по материнской линии. Фамилии, конечно, менялись. Что касается отца, то, конечно, да. Хотя у бати всегда была такая дилемма, вы знаете. Он с уважением относился к Сталину, ну, как к верховному вагонкомандующему, скорее всего, как вот к военному человеку. И смотрел, он совсем недавно ушел из жизни, буквально с месяца, и смотрел передачу «Дождь», почти запрещенную в нашей стране. Я говорю, бать, как совместить вещи-то? И там, и там за справедливость. Вот вы знаете, понятие за справедливость. Я помню ваше интервью «Канал Дождь», когда вы сказали, что две любимых таких вещи ваших, это «Канал Дождь». Вот так и получил. Ее все еще считали, я думал, что это просто вот... Нет, это было на самом деле так, и вот так мне отец отвечал. Вообще, вы знаете, в России понятие справедливость, пожалуй, является одним из главных. Все революции случаются не потому, что это Маркс так определил, потому что народ чувствует несправедливость, очень острый больно. Так получилось в 17-м. Сто лет будем отмечать. Причем не в октябре, а в феврале 17-го года. В октябре уже никакой революции не было. Власть просто валялась, ее лень спокойно подобрал. Так было и в 91-м году. Это уже на моих глазах, что называется. Едва ли не при моем участии. Ну, вы проголосовали, да, за... Да, за независимость России. Да, фактически. Я не понимаю, что мы подкладываем туда хороший, в кавычках, кирпич под развал Советского Союза. Тогда не было такого понимания, честно вам скажу. Вот, поэтому я 12 июня никогда не отмечаю как праздник. Демонстративно причем. И на приемы никуда не хожу. Я не понимаю, что такое 12 июня, какое отношение это имеет к России. А вот 9 мая? Это день победы. Я советский офицер, у меня все родственники повоевали, дедов я своих не помню, они погибли. Покойный тесть, герой Советского Союза. Мама пережила всю блокаду, я это знаю, не понаслышке, они мне рассказывали. Поэтому этот праздник... Вот, вы благородный блокаду упомянули, вы же, наверное, знаете, что в обществе, как раз на упомянутом вами канале, была своя реминицированная полемика по поводу того, что надо было сдать Ленинград и избежать всех этих ужасов блокадов. Ну, на самом деле, я когда говорил о реме, там из дождя, что напрасно вы так вопрос ставите. Они мне объясняли, что они не за сдачу города. Они просто хотели провести некий референдум и исследование. Вам любой филолог скажет, что постанов формулировки и запросы было заложено? Я говорю, что они мне объясняли. Это глупость, почему? Потому что, да, конечно, страшно, миллион людей умерло с голодом. Снова, кстати, мальчишки, девочки, почти все выжили. Боженька им дала, видимо, двойную жизнь, занимательными теряями становятся. Но я это знаю. Я у меня высшее военнообразование. Я учился в Академии военной. Знаю, что планировалось с моим городом сделать Гитлером. Его бы не было в принципе. Для него Петербург не существовал. Он должен был быть уничтожен вместе с населением. Смотрите, а вот, опять же, совершенно недавно ваш любимый писатель Улицкая приводила в пример французов. Она сказала, что французы сдали страну, в результате сохранили Париж, сохранили культуру, а мы принесли... Я с удовольствием читаю Людмилу Улицкую, особенно, и Казах-Кукотского, и все остальные ее романы, но рядом ее высказывания категорически не согласен. Она на это имеет право, но это глупость. Франция и Германия – это одно. Нацистская Германия и Советский Союз – это другое. Мы по плану Барбаросса должны были быть уничтожены, в лучшем случае стали барабанами. Не надо путать божий дар с яичницей. Я могу ей так ответить, если она меня, конечно, услышит. А вот ваша мама, она ведь психиатр, да? Да, она работала психиатрической больницей, в трудовых, мастерских, кстати. Да? Да, до развала Союза это была великолепная форма терапии. Когда с охранными, как они назывались, больными, они там делали коробочки, что-то там еще сооружали, с ними проводились экскурсии, они получали деньги, они питались. Потом это все, к сожалению, было уничтожено после развала Союза. И она работала в этих трудовых мастерских. Я иногда даже у нас захаживал. Это были охранные больные, многие из них мне казались очень умными людьми. И, наверное, они на нас смотрели, как на больных. Ну, я утрирую, конечно, но на самом деле это такая история, да. Но она, стало быть, как специалист с этим урзанием, прекрасно знает, что такое коллективное, бессознательное. И, наверное, очень точно ставит, ну, условно говоря, диагнозы, когда видит людей. Очень да. Она вам когда-нибудь говорила, что вы совершаете какие-то кадровые ошибки, ну, или человеческие, не с тем дружите, или, наоборот, дружите, не дружите с тем, с кем надо дружить. Нет, она мне иногда говорила, Сергей, ты поаккуратнее. В смысле? В высказываниях. Будь поаккуратнее, я еще достаточно открытый, иногда этого не мешало. Например, какой-нибудь приведите, пример, когда это вам помешало, первый раз, когда вы вспомните. Вы это свое открытое сначально. Я когда стал премьер-министром, я совершенно категорично сказал, что некоторые фигуранты, если дальше я сохраню всю власть, просто либо вернусь сюда деньги, либо мотайте отсюда. Я очень люблю Рома Абрамовича, покойного березу. Я говорю, тогда это открыто, это было опасно. Никто не говорил, кстати. Но у вас были, да, я так понимаю, что с Роман Аркадьевичем конфетные, какие-то не было. Постановились в правительство, он пытался назначать министров. Потом вообще не люблю, не чистоплотных людей. Очень не люблю. Но ведь вы же знаете, что существует тезис, что политика это вообще дело. Прямо скажем, не для чистоплотных. Ну, не совсем. И там есть свои правила. Все зависит от человека в политике, а не политика в человеке. Все от человека зависит, поверьте мне. Для меня, например, Алексей Николаевич Косыгин, это изумительный специалист, честнейший человек. Я прекрасно знал Михаил Сеговича Соломинцева. К нему можно по-разному относиться. Мы, кстати, в один день родились с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Мы всегда поздравляем на друга с днем рождения. Михаил Сергеевич Горбачев в вашем представлении мы говорили с правильной фигурой. Он справедливый человек? Как человек, да. Прекрасно семьянин. Чистоплотный абсолютно, я считаю. Ну, вот, 90-й год, конечно, сильно ударил и по нему, и по стране. А когда вы в своей, скажем, биографии, я не про карьеру говорю, может быть, вообще мы школьные годы вспомним или годы вашей учебы позже, сталкивались с несправедливостью. Почему такое у вас вообще отношение к справедливости? Как по понятию? Ну, наверное, когда он начал служить, хотя мне повезло с первым командиром, командир бригады спецвойск, Веревкин Александр Семенович, кстати, из белорусских партизанов, он мальчишка-партизанин, был награжден орденом Боевого Красного Знамени, вот он был справедливый. А подчас я не буду фамилии этих людей называть, иных уж нет, другие веждалечия. Я видел, как люди говорят одно, делают другое, унижают тех же солдат. Я ведь год, будучи замполитом роты, жил, в общем-то, в роте. У меня рот стал за год отличным, потому что там не было ни мрадобоев, ни поборов, ни издевательства со стороны, в том числе офицеров. Вот это первое, что я увидел, потому что учили меня в училище одного. На жизни, по жизни получилось несколько иное. Ну и, конечно, это горячие точки, когда я со своим училищем уже будущих преподавателем поехал все. Сумгаид, Фергана, Нагорный Карабах. В Живбаку, по-моему, даже комендантам района. В район, да. Сухуми. Вот там я увидел. Говорим одно, и когда ты видишь, лучше в этом, конечно, не говорить, уничтожены, убиты, зверские, изувеченные дети, женщины. А это ведь Советский Союз еще был. А нам Равкинешаныч говорит, а там клубничка какая-то, может быть, помните, это вот Верганский Центр, какая там клубничка. Там выжились, вырезали, и врали, и союз развалили. Вот тогда я понял, что такое серьезное государство, несправедливость, ложь. А отец ваш справедливым был человеком? Я имею в виду не по работе, не на службе, а... А вы... Мне разу, но ни разу меня не оскорблял. Все с меня никто в жизни никогда не видел. Он единственный мог, если я в чем-то неправ, пару-тройку дни с вами не разговаривать. Это было для меня самое большое испытание. А вы, Владимир Сергеевич, как воспитывали? Да, примерно так же. Он смотрел, как мы живем. А как ваш сын воспитывает свою дочь, вашу внучку? Как ее зовут, кстати? Ее зовут Анна Владимировна Степашина. Ну, я думаю, что он не особо не воспитывает, просто когда они к нам приезжают, я вижу, как он там с ней играет, покупает игрушки. Но скажу откровенно, когда она у нас, нам он не нужен. Это наша любовь, это наша счастье. Потому что, когда у тебя родился сын, и тебе было 23 года, когда ты сам парень-то, собственно говоря, и гореть еще надо, собственно говоря. Так же, откровенно. А здесь это уже счастье. Вообще внуки это счастье для дедов или бабушек. А назвали в честь кого, как имя внучки выбрали? Это там, это супруга. Она родилась 11 февраля, и соседнее имя было крас-анна. У меня Тамара так очень скрупулезно относится к времену. А потом красиво, Анна Владимировна. Да, а, кстати, вот Тамара Владимировна, я думал, что вы сына назвали в честь в честь. В честь. Да, у него было две дочери, и обе фамилии поменяли. А у него фамилия была Графская, Игнатьев. И когда я попросил руки у Тамары, мы поженились, он мне сказал, Сергей, родится сын, коль уж фамилию поменяли. Давай вот, чтобы назвали Владимиром, потому что мы с Тамарой хотели назвать его Сашей. Александр Сергеевич. А, чтобы Александр Сергеевич, поэтому... А вы сказали, что вот вы предложили руку, сердце, как это было? На тот момент я с Тамарой Владимировной сколько были знакомы? Два месяца. Всего? Ух, быстро как, прямо? Ну, нормально, срок до года живем. А чем быстрее, тем лучше. А так чего хочется, конечно. Ну, некоторые, знаете, годами присматриваются. Ну, и потом ничего не получается. То есть, рецепт на Степашу на такой, два месяца. Ну, не, ну, даже любовь, это же вспышка. Сразу человека чувствуешь, что... Ну, по-разному бывает. Ну, месли, нежели. А свою первую, помните, любовь? Как вот школьная? Это даже не любовь, это символичение. Это симпатия, да, была такая. На сожалению, ушла из жизни в 50 лет в Украине, потом жила Надежда Степанова, как сейчас помню, сидел рядом со мной на парте. Вот. Ну, просто нравилось. Я не сказал, что это была любовь. Какой мучилище? Потом училище, 4 года я, в общем-то, и спортом занимался, прочее, честно говоря, я недолюбив был. Спортом каким? Легкая атлетика, бегал 400, 800, по мастеру спорта, кстати. Это сейчас у меня вид такого, значит... Возьмите политика? Метать, 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 а так я его, когда закончил училище, я весил 65 килограмм, при росте 179. Ночень почти, знаешь, что такое. Воробушка. А кем вы в школе? У вас же... Вы потомственный военный, у вас... Я мечтал быть военным, морским офицерам, то есть, как родители. И в десятом классе, уже за 2-3 месяца до выпуска, мне, значит, врач говорит, когда проверяли зрение, Сергей, это ведь военно-морской собрался и грудал во фронзе. Говорит, у тебя проблемы могут быть, а что случилось? Меопия, слово идет, такой стражей. Близорокости. Близорокости, да. У нас, врачи-ваячков, никто не носит в семье. Я единственный. Вот, ну, что читал очень много, с но вечером, да еще с лампочкой, да еще под одеял. Вот, и, видимо, зрение посадил. Мне бабушка говорила, если посадить зрение, если выгналешь, читаешь. Поэтому военно-морское училище пролетело. Отец говорит, слушай, тут какое-то высшее политучилище образовалось в Ленинграде, в Сосновой поляне. А оно в 69-м году и стало выше. МВД. Я говорю, слушай, МВД политическое. Как можно вообще сравнить? Военно-морской офицер, да, и вот это вот. Хозяйство. Ну, говорит, сходи. Вдруг понравится, а дальше видно будет. Ну, вот так поступил, естественно, без проблем. Втянулся, закончил с красным дипломом. И так вот сложилась судьба. Это тоже судьба. А вот интересно, вот вы действительно были, ну, то, что называется, политруком, замполитом. Комитом, ну, комиссар это, в общем, так. Нет, у комиссара не совсем. У комиссара были очень большие полномочия во время войны. Он мог отменить приказ командира. И без комиссара командир не мог примять решение. Сталин, кстати, комиссаров закрыл в 43-м году после Сталинграда. Замполит это замполит, это заместитель, но который занимается воспитанием и составом, причем владея военным делом, не хуже, чем командир. Когда рот на уходил в отпуск, я восполнял обязанности командира роты не хуже. Вот меня всегда поражало следующее, что перестройку, на самом деле, все эти процессы, которые привели к демонтажу системы, которую, ну, очевидно, надо было демонтировать, может быть, просто не таким образом, как это было сделано, очень поддерживали люди, которые, по идее, должны были быть в основе этой системы. Вы сами в одном интервью говорили, что 90% лубянских проголосовали в свое время за Ельцина, когда он получил, по-моему, 98, что ли, москве, 90%. Все мои знакомые чекисты по-советски они тоже всячески поддерживали расследование Гляна Иванова, группы, очень активно сопереживали вот этим процессом, который привели к развалу системы. Чем вы объясняете? Если брать чекистов, это совершенно очевидно, потому что они лучше знали, что на самом деле происходит в стране, действительно лучше знали, туда набирали лучших людей. Это не те Ежовские и товарищи от Ягоды. Это все-таки очень серьезные интеллектуальные люди. Ну, посмотрите на нынешнего руководства страны. За исключением Дмитрия Анатольевича все чекисты. Ничего, наверное, плохого о них не скажете. Вы знаете, я когда беседовала с вашим любимым писателем Сулицкой, она мне... Почему ваш любимый? Вы как сказали, что ей Нобелевскую премию надо дать заказу с Куковского. И она мне сказала, что вот о чем вообще можно говорить, когда Путин работал в КГБ, я говорю, ну хорошо, а Буш был директором ЦРУ. И сразу вот у нас на этом дискуссия... Это разные вещи. Без спецслужб, я ведь, собственно, если братья КГБ, так вот, первая причина это то, что люди узнали лучше, что происходит в стране. Второе, они прекрасно понимали, что так дальше жить нельзя. Все это может рухнуть в один момент. Что, собственно, и произошло? Ведь в 91-м году, давайте тоже говорить откровенно, в период так называемого ГКЧП, а я вызывал потом госкомиссию Горбачева-Ельца. Ну, комиссию Степашина, наверное, называлась. Я знаю все то, чего не знает, может быть, даже Михаил Сергеевич. Ну, Ключкова уже нет. Значит, так вот, они заняли совершенно индифферентную позицию. Более того, создав мая 91-го года КГБ России во главе с Виктором Иваненко, бывшим замначальником инспекторского управления, мы эту систему, в общем-то, в какой-то степени прикрыли. У меня были все основания, выступая на закрытом заседании Верховного Совета, выступить против закона иллюстрации, который предложил Галя Старовойтова, и Борис Николаевич готов был его поддержать. Кстати, как и Горби тоже, на всякий случай. Я сказал следующее. Друзья мои, КГБ России не поддержало ГКЧП, и все аргументы были сняты. Они действительно заняли индифферентную спокойную позицию. Некоторые квасили, некоторые уехали домой, некоторые смотрели, как сносит памятник Филикса Гумовича Женскому. Но, правда, по сожалению, никто не вышел. Вот об этом, о политике мы поговорим во второй части. Первую семейную часть будем считать, что мы закрыли. Да, закрыли. Мы как раз в конце первой части упомянули комитет госбезопасности и вообще вот эту структуру, которая называется лубянский, чикистский. И я вот о чем вспомнил перед встречей с вами, разговаривал с одним знакомым, он говорит, спроси обязательно у Степашина, что у него такая мания все переименовывать. Когда он пришел, возглавил федеральную службу контрразбедки, переименовал в ФСБ, в МВД, ГАИ переименовал в ГИБДД, Свердловскую область хочет переименовать. Вот такой вопрос. Ну, во-первых, переименовывал не я, Борис Николаевич. Мою бытность работы на лубянке, или, как сами говорят, чекисты в конторе, шесть раз пригнул Борис Николаевич. Я единственное, что сделал, действительно, это был последний подвиг Симбада, если так можно сказать, мой, за две недели до Буденовска. Сам сходил в Госдуму, это было очень тяжело, спасибо Жириновскому, который меня обозвал агентом Моссада, ЦРУ, особенно Моссад, меня, конечно, так срезал, я сказал, что я подаю на тебе суд, я суд у него выиграл, кстати. Серьезно? Да, и тогда и Гайдар, я не помню, как у них партия называлась тогда, вот, Демвыбор, по-моему, России, и Явлинский с Яблоком проголосовали закону Федеральной службы безопасности. В чем разница? ФСК было лишено всех силовых структур. Почему в Буденовске казались без рук без ног? У нас не было ни спецподразделений, да, ничего не было. Там два главка, собственно, борьба со шпионажем и всего. Закон ФСБ, по сути дела, реанимировал сильную спецслужбу как орган государственной безопасности. Поэтому это не переименование, это приведение в соответствие тем задачам, которые перед нами стояли, ФСБ. Насчет ГИБДД. Ну, опять же, когда я стал министром внутренних дел, я все пытался посмотреть, что же больше всего раздражает население. Знаете, с чем я пришел в ГУМОД? Во-первых, я собрал всех самых сильных замов, которые были еще приедены. Все были сильнее меня на порядок как оперативники. Я говорю, политика у вас один, я в оперативнике. Но главная наша с вами задача, чтобы милицию перестали бояться люди. Если граждане боятся милиции, мы никогда не победим никакую преступность. Это полная чушь. Поэтому давайте искать те точки, где наиболее болезненно население реагирует. Естественно, ГАИ. Был мой приказ министра внутренних дел, когда были запрещены засады, только стационарные посты. Там большие ограничения были. Когда я ушел, через два месяца мой приказ отменили. Ну и своим гаишникам Гаврёв Фёдоров у меня был Владимир Александрович, умница, кстати, сенатор сейчас. Я говорю, друзья мои, у нас два варианта. Либо мы закрываем как класс, то, что сделала Саакашвили в Тебелесе, либо давайте что-нибудь новенькое. Название придумали они. От названия мы хотели перейти к функциям. Государственная инспекция по безопасности дорожного движения. Что такое ГАИ? Вопрос на вопрос. Может быть, не тактически, с моей стороны? Государственная автомобильная инспекция. А что это такое? Вот что это такое? Автомобильная инспекция. И причём есть автомобильная инспекция у милиционеров. А вот ГИБДД это правильно. Правда, когда стал президентом, как-то, в общем, я тоже присутствовал на этой встрече, какая-то неформальная была. И он говорит, какое, ну, дальше такое слово, вот, придумал это. Я говорю, это я. Говорит, ты сейчас ума сошёл? Зачем мне вы говоришь? Говорю, я говорю, хотел вот, и начал объяснять, зачем. он говорит, вообще-то ты прав. Поэтому ГИБДД, ГАИ так и осталось сегодня. Но не очень поменялось, к сожалению. К сожалению, да. Про сожаление. Вы упомянули Буденновск, и в одной из бесед вы сказали, что это самое, я точно не помню, эпитет, но или горестное, или там... Самый страшный. Самый страшный, да, вот в вашей биографии это когда вот... Это позор. Комсомольский активист и гордость Ичкерии Шамиль Басаев ушел из Буденновска победителем под знаменами, они уехали на автобусах с моими коллегами. Я знаю, не слышал их столов. Да. А вы можете назвать, наоборот, самый какой-то радостный день? То есть, про самый печальный, я уже понял, вы его озвучили. А какой-то вот день, который вы вспоминаете всегда с удовольствием. Из политики или из жизни? Из жизни. Ну, из жизни тогда их несколько. Первое, конечно, рождение сына, потому что ждали дочку. Кстати, я вас не перебью, ему ведь в этом году 40. 40 был уже. Уже было, 40. Он зимний, да, у вас или? ему будет 41, 18 декабря на Сунинграде. Все ждали дочку, тогда, видимо, узи еще не делали, но почему-то сказали, что будет дочка. Ну, я думаю, дочка так, дочка, значит, дальше будем работать. Это счастье. Это счастье. И второе, наверное, это когда меня избрали депутатом. Это было совершенно нежное. 99? Это было совершенно... А, 99? 99. Нет, а 80... 89, конечно, да. Депутаты, потому что конкуренция была сильная. Я, честно говоря, когда... Важно, как-то чекист какой-то был в конкуренте. Начальник КГБ Ленинграда, Ленинградской области, Геннадина Курков. Вот. Начальником штаба у него был Черкесов Виктор Васильевич. И многие другие известные фамилии тогда работали в штабе у Куркова, а я взял и выиграл. А потом еще осенью сменил его на этой должности. Это как в книжке бывает. Только в романе такое бывает. Конечно, победа вот на этих выборах, тем более, она была честная, чистая, без этих денег, primaries, sorry, все это вот придуманное. Вот. Шли как шли. У меня там порядка 200 встреч было. Первые теледебаты в своей жизни. Я помню, как и тренировался, как и переживал, что говорить и как говорить. И, конечно, феерическая победа. Мальчишки, по сути дела, знаете, я действительно поверил в справедливость настоящую. Это был, конечно, счастливый момент. Ну, я думаю, что может быть, еще что впереди будет тоже какой-то счастливый. Я бы просто вспоминаем то, что было. И вы вот вот этот момент проговорили с Буденовским. Я так понимаю, что вы ведь ушли с поста именно из-за этой истории с Басаевым. Да, дело в том, что, ну, даже не потому, ну, собственно говоря, ведь погибли люди. Достаточно большое количество. Это беда, это страшно. Тем более, я работал как раз людьми. Ярин занимался военной частью, потому что у меня не было спецподразделения. А я в основном встречался с больными, с врачами, с журналистами, кстати. Вот. С братом Шамиля Басаева, других чеченцев. Он же хотел вам предлагал взять в заложники семьи семьи. Человек 50-й разстреляет на 10-й, он говорит, закончили его. Ты сам понимаешь, это бред. Мы на это никогда не пойдем. Вот. Но самый большой удар был, конечно, это то, что Басаев уехал на этих автобусах, хотя можно было тормознуть его так же между нами, говоря. Пускай на меня журналисты. Ценой жизни добровольных заложников, так скажем. Они все написали заявление Олегу Гайданову, что они идут на сатуре в социализе. По поводу расписок не вашего ведь было. это Гайдановская, замгенерального прокурора. Мне это в голову не приходило. Вот. Но тогда надо было рисковать на самом деле. Я понимаю, сейчас я страшные вещи, может быть, говорю, но мы бы закончили войну. Мне потом покойно масхадов об этом не разговаривал, с которыми я встречался, пытался работать, который, собственно, подставил. Может он пробивал, смотрел вот. Не, 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 не. Не масхадов это, 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 это трагедия этого ушастика самого. Советский офицер, выпускник ленинградской артиллерийского чужая тоже советский генерал туда и сумасшедший если встречался три раза он чокнутый и все кто говорит давайте дать как миша полтора генерал-полковника надо было дать услужу он с ними беседовал я с ним беседу три раза он он одержимый как говорит наш патриарх а по-русски это без без а рамзан не одержимый не ну рамзан у него просто детство с тяжелые а так то нормальный парень и мерцать к нему нормальные отношения единство кажется надо работать не только владимир владимирович но никого больше не слушается вот эта проблема хотя мне странным человеческие отношения и заяваться кстати вот с отцом я был хорошо знаком еще по работе как вы понимаете там вот поэтому конечно самая большая беда была то что басаев ушел а вот прослушаться не слушаться насколько соответствует истине история в вашем неком непослушании борис николаевич ельцина что когда вам предложил уйти в отставку первый раз до 2 раза да вы вы типа уперлись и начали спрашивать за что как-то вот вступили в полемику но они не взяли под козырек как военный человек ну кстати примаков сделал то же самое ему сказали написать заявление он отказался в стола ушел я не стал вставать и уходить я все-таки помладше борис николаевич и у меня с ним человеческие отношения сохранились потом особенно после отставки кстати он меня на юбилей приглашал и мы говорили с ним и я понимал что у него осталось недоговоренность я не стал травмировать его вопросами зачем ты это сделал ну не ты конечно вы конечно вы и он на выговорил я я думал как по ельцам они порезали с кем не говорил на ты и никогда не ругался матом хотя он был строитель не когда у него такое недосказанное я понимал что это вот он так ругается вот поэтому я действительно спасил но волошин начал меня тут при нем пытаться воспитывать был глава администрации я горюбой сенька что вдвоем то можем получать сидит так вот мы тогда ну потом поговорили объяснились сказал работайте порвал при мне указывание ставка искала работать я полетел работать и потом через неделю снова отправить но вот в этом конфликте со столичем как и я уже потом понял что саша здесь совершенно не причем функции вопрос решали другие люди кто тот же фигуранты которым я сказал рома вот мы семья практически семья конечно себе но ведь я правильно и фактически практически что у вас ну как это за исключение носим конечно эти вещи не лезла на нейтралитет насколько я понимаю анатолий борисе чубайцы он то что глаголом крышевал вас то есть вот он посмотри он пытался ну да на то ли кстати продавил мое назначение на постпремьера до чего не должно было быть нужно я был министром 1 вице-премьер и полагал что это достаточно интересный пласт работы и собственно говоря все ждали аксель я знал что будет аксельник под вечер туалетом я знаю ночью они там собирались в нем маленьким полетбюро и сказали что сегодня не проходной в госдуме придется госдуму разгонять вот остепашин проходной если ну пускай пройдет я прошел набрал конституционное большинство это набрал 307 голосов всякий случай будучи человеком ельцин можете представить да ну вот так собственно и а потом то ли его тоже видимо на дуле сказали что значит ты давай тогда уходи с рвс будешь главой администрации степашин упадет президент ну президенты пошел владимир владимирович успехов я думаю успешно президент под упомянутый вами жириновский в прямом эфире вот она в нашей беседе назвал чубайса преступником государственного что его надо просто арестовать и непременно арестовать в кабинете и многие люди из окружения президента глазе в которую вы знаете советникам президента российской федерации ученые политики очень многие называют ваших земляков и друзей кудрина чубайси вот просто ну вот поскольку это цитата я повторю преступниками как вы относитесь к тому что я знаю что кудрин достаточно были близки ваш ну товарищи вы называете лёши и как-то буду дал мне сервер да и нормально кстати что касается чубайса одно дело наши личные отношения другое дело все что касается приватизации анатолий дать я вот так называю без отчества как у меня сергей вот я ему говорил он это знает прекрасно что приватизация которая и научилизация которая была проведена конечно было за гранью фола он мне объяснил следующий музыкант и пытался объяснить это сравнение это было не экономическое решение это было политическое решение может нам было важно отобрать собственность у красных директоров и сломать хребет коммунизма и социализм но не было снициализма не коммунизм мы сломали хребет нашей отечественной промышленности саденью сдается не может восстанавливать скажем так тяжело идет вот что касается законов я это кстати в клинике написал когда и докладывал путину грицаре что делать сажать их всех что я вернула не действующих по закону того времени такие законы мы сами принимать между прочим тот же верховный совет на всякий случай я был член данный результат срок давности с 10 лет до 3 но это же не с вашей подачи все нет нет это не моя подача это мой анализ привел к такой мысли почему не но я бы я прекрасно понимал тогда президента почему он это сделал потому что держать в подвешенном состоянии все это хозяйство было бы еще хуже хотя вы знаете после нашего исследования я помню я встречался с тем же анатолием по-моему с дерибаской если память не изменяется ходором тут ко мне еще приезжал из него олигархов сергей вы скажите президенту что мы готовы а миша прохоров он очень умный человек вот скажите сколько мы вернем часть долга в казну государства вот это можно было сделать это что касается щебайса что касается алексей это просто во первых кудрин взяток не берет и не брал вот это я знаю вовшора деньги не держит то есть мы так уже в презумпции того что все остальные у лёша есть свое понимание макроэкономической мандель монетаристский путь развития считает что он кенсианец на самом деле вот это его его видение но человек он очень такой едкий въедливый узнать ведь он сам архангельский по крови вырос прибалтики в латвии воинской части это такое намешанное значит не переубедишь вот поэтому называть его преступником я не знаю вот когда ты женщину оскорбляешь беременную и хамишь на всю страну это проживешь куда вот такие вещи надо отвечать если ты мужчина конечно я абсолютно с вами в этом смыть нет он полон просто у него амплуа хама и провокаторами своим и начальником женщину не трогай если ты мужчина если не мужчина тогда скажи что я такой-то я не мужчина часто модно но жириновскому правда надо признать достается его как только всем бы так доставалось не называть ордена носит это тоже да а вот насчет достается что вы самое обидное несправедливые читали о себе вот но там не знаю в прессе благосфере вот что что вот в россии не может один я на природу один эпизод который меня очень стронул сильно у меня в семье особенно покойный кейс да и я тоже и тамара и мой отец любили и любим песнями была шалыча куджова с ним знакомый лично не был но будучи в чечне где-то в декабре если не память не изменяю черта года у голембировского в известиях вот она нас мочили все кому не лень все кому не лень и независимая газета я сегодня смотрю на эту саму бывшую главную редактор то господи ну да ладно такой патриот стал как мочил нас туда третиков и до виталий как у нас это удела значит вот гестапоской форме мы сесть там фб и фотографии то ужас какой-то сейчас все патриоты ну да ладно так вот я на это не обращал внимание понимал что люди отрабатывают свой хлеб соль значит но появилась статья была шалыча куджа где он пишет ельцине стране в том что то 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 и пишет ну вообще что можно сделать как можно при терроризм когда какой-то пожарник меня значит степашин возглавляет от кгб бывшие вот это мне кажется резонула так ужасно и потом история получилась любопытный весной 95-го года приехал ко мне его супруга ольга она по-моему жива жива можете у нее спросить она подтвердит правильных моих слов было от шалыча шел из жизни в англии доме инвалидов болел пневмонии зачем-то поехал учиться не за номер и туда было вывезено очень много его личных архивов во франции и собственно говоря стал вопрос о том что делать с этими архивами как вернуть на нашу родину в россии этого 10 большая проблема мы в девяносчетвертом году 25 ноября как сейчас помню подписали соглашение даже джесси и дст это разведка и контрразведка франции начальником контрразведки был такой паран французский алжирец их называют месье паран вот и как-то у нас с ним личные отношения в ленинград приглашал в петербург тоже значит заходили ночью гуляли по городу мою жена эстетка такая была я вам позвонил вот так просто по-дружески при ней почему телефон был бед на английском говорили вот и он помог мы вернули эти документы она приехала снова ко мне поблагодарить вот и уже уходит но это такой методический прием я вы узнаете меня больше всего жизнью резонула прямо по сердцу когда ваш муж от меня взяла она начал не говори как как было шалочка мне хорошо относился как мы видим она решила как ну конечно приятным не заливать я вот это эта история и рассказал она так посмотрела на меня конечно ничего не сказала вот это меня сильно резонула но выдавайте только для зрителей это знаю откуда пожарник взялся вы расскажите вот но просто свою работу 1 пожарника кто горит пожарный тату нет нового у вас называется кандидатская 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 называлась называется партийное руководство партийное значит государство потому что партия тогда было государством противопожарными формированиями ленинграда в года великой отечественной войны кто читал роман таранту почитайте в блокаде это борьба с поджигателями город не сгорел кстати отец петровского нынешний михаил борис великий борис борисович давал мне свои материалы по эрмитажу меня там целый глава была посвящена эрмитажу он возглавляла тогда отряд мп в эрмитаже у меня мама тушила зажигалки и мне не стыдно за свой кандидатской диссертации зрители понимали откуда суда не если бы я был пожарным я бы гордился этой профессии это огнеборцы это выдающиеся люди это смелые отважные люди это снова мчс я счет чем я вернулся бы я считаю что вы абсолютно с полным основанием можете гордиться своей биографии спасибо вам спасибо во первых спасибо что меня неожиданно назвали важной персоной я давно уже не важный персонал я просто человек живущий своей жизнью лично и общественной а что касается передачи вы знаете у меня много было знаете возможности общаться с разными журналистами записываться иногда после или интервью или родимого в том числе бывают такие средущие просто устаешь и не хочется больше никогда с этим человеком беседовать а здесь а комфортно человеческом плане второе очень корректные вопросы и в третьих приятно что собеседник вы же обратили внимание я ведь тоже бы просто задавал я бы проверял реакцию когда собеседник в общем-то но если единомышленник нет слова не нравится но понимающий тебя и ты понимающий это очень важно